Тяжело? Или очень твердый лед? Без правил, такие же ворота, Гогу надо забить. Главное не упасть. Задача основная, главное не упасть. На травку помягче падать. Мы выиграли, подарили клюшку, типа, как чемпионам. Мы ее поделим потом, как-нибудь. Мы и раньше практиковали такие занятия. В моей практике тренерской были. Я всегда приветствую такое занятие. Конечно, нельзя давать таких много занятий. Но, тем не менее, здесь мы преследуем многие компоненты для развития ребят. Это, прежде всего, эмоциональная составляющая, которая хорошая была. Плюс здесь технические навыки проявляются. Сразу видно, кто обладает мышлением, тактической выучкой. Поэтому в этих условиях, когда нет сцепления, конечно, сразу видно, кто одарен технически, кто исполняет эти технические элементы и кто умеет взаимодействовать. Поехали! Мне очень непривычно на таких вот лезвиях. Тоже советую на локотнике, шлема, чтобы была, в первую очередь, безопасность для спортсменов. Безусловно, есть опасения, но я всегда перед тем, как проводить это занятие, провожу с ребятами определенную работу. То есть инструктирую их по поводу того, что нужно управлять своим телом, нужно управлять скоростью и нужно управлять координационными способностями для того, чтобы избегать вот таких каких-то неожиданных падений. Поэтому ребята сами отвечают за свои действия. Безусловно, опасения всегда есть, но, как показала практика даже в сегодняшнем занятии, ну, было несколько падений, но все живы-здоровы, и слава богу, как говорится, будем дальше практиковать. Больно очень проигрывать. Главное не упасть. Задача основная, главное не упасть. Просто балансировать, группироваться вовремя, и... Главное очень скользко, когда тормозишь, когда бежишь, плюс-минус нормально, а когда тормозишь резко, что-то делаешь, очень тяжело. Падали, ну, падали, но... На травку помягче падать. Кто не падает, тот не поднимается. Три команды у нас было, да, соревновательный момент тоже. Чемпион определился. Мы выиграли, подарили клюшку, типа, как чемпионом. Мы ее поделим потом, как-нибудь. Либо продадим. В общем, с точки зрения эмоций и вот достижения тех целей, которые мы преследовали, мы полностью удовлетворены сегодняшним занятиям. И что на такую тренировку согласились будет? Так она и будет у нас на следующей неделе, по-моему. Так что согласились, не согласились, у нас никто не спрашивает. Игровики обязаны, скажем так, всеми видами спорта и не специфическими тоже уметь управлять. Баскетбол, гонбол, хоккей. Чем больше разносторонний футболист будет развит, тем больше у него будет способностей проявить именно в своей специальности, именно на футбольном поле. Поэтому с этой точки зрения я приветствую все игровые виды спорта. Конечно, мы должны в первую очередь футболом заниматься, но если одно такое занятие мы будем проводить, где-то, которое переключает и эмоциональную составляющую повышает, это только в плюс пойдет.